Сегодня день Иерусалима, великий день, день освобождения Иерусалима, воссоединения Иерусалима, и, безусловно, всех все хорошо знают, я только хочу напомнить один момент, который все время повторяю, что сегодня день ухода из жизни пророка Шмуэля, который вместе с Давидом нашел место, где должен стоять храм. Великий день, и сегодня читаю Диалель, есть многие люди, которые занимаются читать Диалель, читать с брахой или без брахой, скажите, вот что мы выиграем, если мы не будем читать Диалель, если не будем говорить благословение, что мы выиграем? Если есть хотя бы такое сомнение, что нужно читать с брахой, так нужно читать с брахой. Хорошо. Значит, я с вашего разрешения посвящаю наше занятие выздоровлению раненых, успеху наших воинов, возвращению пленных, и напоминаю о своей жене Любе Бат Михаэль, которая ушла из жизни два с половиной года назад. И почему упоминаю? Потому что большинство из тем, которых мы с вами поднимаем, мы работали над ними вместе. Мы с вами в 14 главе пророка Сахарья, и я хотел немножко еще поговорить о книге Рут, если у нас останется время. Итак, я открываю секунду, открываю ковидс, открываю файл, который нам нужен. Файл мы с вами видим? Да, да, все видим. Мы последнее... Чуть увеличить только немножко. Пожалуйста. Убрать слева, надо крестик нажать, вот это убрать, и тогда поле будет больше. Секунду. Секунду, чтобы... Слева убрать, это навигейшн. Ага, вот так. Вот тут, да. Да, все. Замечательно. Хорошо. Теперь, мы помним, что последняя глава Сахарья, она посвящена к концу дней, да, и здесь многое, что можно обсудить, и мы с вами начали говорить об этом, да, вот, предсказанием поражения войск Гога из страны Магог возле Ирушалаима. Вот, я все время напоминаю об этом, но хочу действительно, может быть, еще раз, чтобы мы прониклись этой идеей, что не всегда пророчество, оно указывает на конкретные события, оно иногда указывает на тенденцию, то есть это событие растягивается на многие века. И мы видим, что война против, так сказать, для того, чтобы воспрепятствовать становлению еврейского государства, его укреплению, обретению им своей национальной черты, национальной окраски, она продолжается очень очень долго, и тем она становится интенсивнее, чем как бы реальнее становится и образование государства, вот, и мы можем с вами представить сегодня, можем с вами представить, что происходит сегодня. То давление, которое оказывают Соединенные Штаты на Израиль, добиваясь его, добиваясь его поражения, которое, упаси, Бог может привести вообще к уничтожению государства. И это, так сказать, плохая игра с хорошей миной, как говорили раньше, все завуалировано, все старается замазать, но в конце концов шило вылезает из мешка, и все оказывается шито белыми нитками, и это самая непосредственная война Гога против государства Израиля. Царь Давид описал, в чем причина, что люди не хотят божественной власти, не хотят власти Торы, они хотят продолжать жить по своим законам, которые они придумали, и которые, в конце концов, их заводят в тупик и не принимают, не хотят принять законов Торы. Это как бы под спу, то, что раскрывает Харья, то, что раскрывает царь Давид, фактически рисует такую картину сегодняшних событий. Такого давления, которое оказывается на Израиле, трудно даже сказать беспрецедентного, потому что оно оказывается на протяжении долгого времени, можно сказать, на протяжении последнего столетия, как минимум, это все война Гога. Теперь и об этом говорит Ехискеля в 38-39 главе, и об этом говорит Схарья, ученик Ехискеля. Мы посмотрели с вами, и осталось несколько моментов очень важных. То, что я сказал сейчас в качестве напоминания. Мы говорили, и выйдет Бог, и будет воевать с этими народами, как воюющие в день битвы, и ноги его будут стоять на горе и зайти им. Все мы это постарались обсудить. И это будет поражение, которым поразит Бог все народы, пришедшие войском на Иерушалаем. Сгниет плоть его, а он стоит на ногах. Изгниют глаза его, глазницах их, и язык его сгниет во рту их. То есть наказание, о котором говорит Схарья, оно опять же может быть не буквальное, оно может говорить о каких-то процессах, которые происходят. Но вот то, что он говорит, это наказание мера за меру. Так сказать, смерть при жизни на ногах стоит, плоть гниет, глаза начинают гнить в глазницах. Причем он жив, этот человек. И язык его сгниет во рту их. А если начать... То есть это смерть при жизни. Говорят, что праведники и после смерти живы, а злодеи и при жизни мертвы. И вот здесь это проявляется совершенно, несовершенно буквально, как мера за меру. Что такое человек без Бога, который дает ему все, и душу, жизненные силы, разум, способность чувствовать, видеть. Все это от Всевышнего. И вот человек говорит, мне не нужен Всевышний. Я отталкиваюсь от него, от источника жизни. Я отделяюсь от источника жизни. Наказание как мера за меру. Это смерть при жизни. Смерть при жизни. Примечательно здесь, что плоть его гниет. То есть физические силы у него отобраны. На ногах стоит, продолжает существовать. Гниют глаза его, он ничего не видит. То есть даже если он видит что-то, он ничего не понимает. Воспринимает все, как все происходящее воспринимает с точки зрения смерти, гниения. И язык его сниет во рту их. Это наиболее примечательно. И здесь доказательство того, что война народов мира против Иерушалая, против еврейского народа, она не только с оружием в руках, не только физическая сила и сила, скажем, разума, который изобретает современное оружие. Это война и языком. Как об этом говорил еще пророк Ишаяху, он говорил, всякий язык, который будет тебя обвинять, он не сможет ничего сделать. То есть что бы ни говорили, что бы ни делали, как бы ни наворачивали факты наизнанку. Это не приведет ни к чему. Победа физическая и победа моральная, она гарантирована. И здесь действительно важно отметить, что победа, она не только в том, не только в том, что враг разгромлен, враг бежит, она в том, что этот враг умер при жизни. Ничего не может, ничего не понимает. Хотя передвигается, хотя еще ходит, похож на своих идолов, которые стоят в ногах, потому что их укрепили, но они ничего, сами идолы ничего не могут. И будет в тот день смятение, будет смятение великое. Да, здесь Схарья, может быть, он не так подчеркивает, а Ихискеэль говорит о том, что наказание придет не только на то войско, которое подходит к Ирушалаему. Наказание придет и на те народы, которые послали эти войска, послали этих воинов, которые поддерживают этих воинов, поддерживают это войско, которое пришло воевать с Ирушалаемом или пришло воевать с Богом. И Ихискеэль говорит о том, что и острова, те острова или, можно понять, далекие страны, они будут наказаны, если они пошлют свои войска. И будет в тот день, будет смятение великое, Бога среди них, и схватится каждый за руку ближнего своего, и поднимется рука его на руку ближнего его. Единственное, что объединяет людей – это высокая духовность. Когда духовность уходит, когда уходит душа, то люди начинают воевать друг с другом. И это предсказание того, что враги будут воевать друг с другом. Действительно, мы можем представить себе, что единственное, что объединяет наших врагов, если взять мусульманский мир – это ненависть, я бы даже сказал, к государству Израиль. К евреям, естественно, к государству Израиль. Это единственное, что их объединяет. Если они потерпят поражение настолько, что они поймут, что они не могут ничего сделать с Израилем, то всю свою агрессию они направят друг на друга, то, что, в общем-то, происходило и происходит и уже какое-то время назад, и сегодня. Иуда также воевать будет в Иерушалайме, и собрано будет богатство всех народов вокруг – золото и серебро, и великое множество одежды. То о возвращении добычи мы говорили немножко. И таково будет поражение коня, мула, верблюда и осла, и всего скота, который будет в станах тех, как поражение это. И таково будет поражение коня. Животные так же пострадают, как и люди. Они лишатся всех жизненных сил, возможности воевать с сыновьями Израиля. Это может быть важно, потому что мы представляем себе, что изменения, которые происходят в мире, должны произойти в мире. Они затрагивают весь мир, все, так сказать, слои, не только людей, но и животный мир начинается... начинается изменение во всём мире. Так же, как было в Египте, когда пострадали, когда умерли первенцы и египтян, мы частно не обращаем внимания, умерли и первенцы скота. Казалось бы, зачем, почему? Просто изменения, которые происходили в мире, они затрагивали все уровни бытия. И будет всякий, оставшийся из народов тех, приходивших в Иерушалай, подниматься из года в год, чтобы поклоняться царю, богу воинств, и праздновать праздник Суккот. Схарья делает скачок. И говорит о том, что после этих чудес народы мира, после того, как божественное присутствие расковывается на всех уровнях в материальном мире, народы мира уже не смогут отрицать Всевышнего. И они признают Всевышнего, и признают Иерушалаем центром, откуда распространяется божественное присутствие, как говорил пророк Ишаягу, из Сиона выйдет Слово Торы, и Слово Бога из Иерушалаем, и Слово Бога пророчества. Вот у них нету возможности уже не признать Иерушалаем. Тот Иерушалаем, с которым они воевали, становление которого они не хотели, потому что из него распространяется божественное присутствие, теперь они придут, потому что у них не будет выбора. Может быть, когда-нибудь они научатся служить Всевышнему по любви, но пока они ему служат из страха, они боятся, и когда им сказали, что все народы должны приходить к Иерушалаему, по крайней мере, их главные представители, для того, чтобы поклониться царю, богу воинств, здесь не случайно подчеркивается царь, они должны понять, что Всевышний правит всем миром, может быть, через своего царя, так сказать, да, через Машеха, может быть, через правительство Израиля, все равно, как, да, через праведных людей Всевышний управляет миром, они устанавливают закон, они устанавливают правила жизни и для других народов, да, и вот они приходят поклониться царю, богу воинства, царю, богу, который управляет всеми процессами в мире, они это поняли, да, если Давид говорит, что народы замышляют, аг-гашем ван-ми-шехо против бога и против его помазанника, против его царя, против того, через кого распространяется закон бога в мире, да, то здесь они приходят поклониться царю, богу воинства, да, и царь, скорее всего, управление миром через еврейского царя, но понятно, что царь мира – это бог, да, и вот они приходят к Верушалаему с этим ощущением, и праздновать праздник Суккот, да, почему именно Суккот, да, здесь с этим связано очень много, прежде всего, можно сказать так, да, что мы знаем, что Рожжана – это суд над всем миром, да, но суд не заканчивается в день, Рожжана, он продолжается, он продолжается для евреев до Йом-Кипура, да, до Йом-Кипура, а для народов мира он продолжается и дальше. Суд, приговор народам мира, он выписывается и начинает приводиться в исполнение, в Шмини-Ацерет, в последний день праздника Суккот, или, скажем, восьмой день, который является отдельным праздником. Мы помним с вами, что в Суккот приносят 70 быков в жертву, да, и здесь многие путаются и попадают в логическое противоречие, да, что очень обидно, я бы сказал, недопустимо для людей, которые изучают Торы, да, говорят, что мы приносим быков за народы мира, да, очень хорошо, да, но Гемара, Шамай в Гемаре подчеркивает, что почему приносим сначала 13 быков, потом 12, 11 и так далее, последний день 7, потому что народы идут и убывают, то есть мы приносим за них жертвы, а их становится меньше, да, вот мы приносим за них жертвы, а число народов становится меньше, вот принесли 13 как бы жертв, да, потом 12, вот народов стало меньше. Есть самые разные моменты и подсчеты, когда можно представить себе, что в Торе есть намек, что действительно народов становится меньше, и они делятся на две группы, как пишет Илья Укитов, показывая это деление там, где говорится о празднике Суккот, что это мусульмане и христиане, да, это всё хорошо, но я вам хочу сказать, да, мы приносим жертвы за народы или за то, чтобы их было меньше? Ответ – мы приносим жертвы за народы для того, чтобы их было меньше, потому что, что такое народ? Народ – это люди, которые имеют общее происхождение, более-менее, живут на одной земле и, можно сказать, разговаривают на одном языке, но что самое главное, у них, как бы сегодня сказали, общая культура, на самом деле у них одна вера, одна или одна идея, да, все идеи народов мира, они против Бога, они приводят к тому, что они приходят к Иерушалайму и воюют с ним, да, так зачем же нам приносить жертвы за народы? Зачем мы приносить жертвы за народы? Что, в чем наши жертвы? Чтобы украинцы лучше убивали русских или русские убивали лучше украинцев? За что мы приносим жертву? Ни за то, ни за другое. Мы приносим жертву для того, чтобы они были благополучны и их было меньше, да, в каком смысле меньше? Когда народ отказывается от своей идеи, отказывается от своей идеологии, да, он, ну, скажем, становится другим народом, да, перестает существовать, как есть понятие этносов, которые ввел Тойнби, в общем-то, или разработал и подхватил дальше Гумилёв, сын Гумилёва, и продолжал работать над этой темой, да, и вот есть из таких общечеловеческих представлений, с точки зрения представлений историков, что когда народ теряет свою идею, теряет свою идеологию, он становится другим, другим этносом, он стремится к другому, он выражает себя по-другому, да. Так вот, мы молимся за то, чтобы, не за то, чтобы они погибли, а за то, чтобы их было меньше, в том смысле, чтобы они перестали быть народами-идолопоклонниками, да, а стали народами, которые привязаны к идее Всевышнего из страха или по любви, но идея единства Всевышнего, она должна распространиться среди всех народов, иначе это невозможно, да, иначе невозможно продолжение существования мира, вот. И Шамай в трактате «Шаббат», он подчеркивает этот момент, что народы в сукот, как бы идея такова, они убывают, да, мы молимся, чтобы они убывали, не умирали, да, а исправлялись в том смысле, переставали быть старыми народами и приходили к идее единого Бога, да, поэтому, вот, поэтому праздник сукот, он связан с народами мира, но, можно сказать, скажем, поэтому, точнее, это не поэтому, а это отражение этого момента, что праздник сукот относится ко всему миру, к исправлению миру. Праздник сукот читают, праздник сукот читают 37-ю главу пророка Ихискиеля о воскрешении из мертвых, читают главы, да, читают главы, которые говорят о войне Гога и страны Магог, да, то есть мы видим со всех точек зрения, как бы, что сукот указывает на народы, на весь мир, на исправление всего мира, да, и мы можем представить себе, как бы, кроме внешних признаков, можем посмотреть сущностный момент, почему сукот относится к исправлению мира, да, можно спросить, ну, как же, как, почему, конечно, относится, каким образом, да, вот у нас есть в Рошана, у нас есть суд, да, вот, который начинается, в Йом-Кипур есть такой принципиальный момент для еврейского народа, на раскаяние, на раскаяние, так сказать, отмена приговора суда, мы меряем, что Всевышний простил нас, но, но, что значит прощение, да, ну, ладно, я на тебя больше не обижаюсь, да, нет, да, настоящее прощение – это когда Всевышний дает самим исправить то плохое, то дурное, то разрушение мира, которое мы привнесли, да, это, это настоящее прощение, возможность исправить самому, да, возможность исправить самому, вот, и после Йом-Кипура мы начинаем строить сукку, образ всего мира, да, вот, ну, тут можно много говорить, но мы возьмем основные моменты, есть, как бы, да, основное – это крыша, схак, покрытие, которое не должно быть абсолютно плотным, через него должен проникать свет, и в то же время света не должно быть больше, чем тени, потому что это материальный мир, если в нем сделать света больше, чем тени, как бы, света Всевышнего больше, чем тени, чем скрытие, человек будет лишен свободы выбора, а Всевышний этого не хочет, поэтому он хочет, чтобы в мире оставалось больше скрытия, чем раскрытие, да, но, тем не менее, человек делал правильный выбор, чтобы дурное начало не исчезало, у него была возможность превалировать из-за того, что есть скрытие Всевышнего, но человек побеждал бы и привносил в мир свет, притягивал в мир свет, да, преодолевая вот эту силу темноты. Вот это как бы тот образ суки. Теперь четыре вида растений, много про них говорят, все, но часто говорят вещи внешние, да, внешние. Четыре вида растений, это, они намекают на грех первого человека, то есть, можно сказать так, что если сука, сукот, это исправление внешнего мира, да, построить дом, в который проникает свет, да, то четыре вида растений – это исправление внутреннего мира человека, они намекают на грех первого человека, да, что сделал первый человек, он взял и оторвал плод от дерева жизни, да, как мы много раз, может быть, с вами говорили, что запрет был не есть от дерева познания добра и зла, а есть от дерева познания добра и зла в отрыве от дерева жизни или от света жизни, да. Дерево жизни – это свет, который проникает в сад и пронизывает все деревья, особенно пронизывает дерево познания добра и зла, и человеку было запрещено отрываться от света жизни, да, вот, и мы берем все растения, да, мы можем, у них еще есть как бы свои образы, ну, допустим, представим себе, что мы берем представителей растительного мира, растения, и мы присоединяем их к чему? К итрогу, про который говорят, что итрог похож на дерево жизни, потому что у него вкус плода, как вкус дерева наша задача – все вернуть, соединить весь наш внутренний мир, да, или здесь как символ растения соединить с деревом жизни, да, вот, растения намекают на внутренний мир человека, итрог намекает на чистое сердце, да, из которого, кеми мену, то цаот хаим, ибо из него сила жизни, из чистого сердца, говорит царь Шламо в Мишлей, да, скажем, мир-то он похож на глаза, ива, арава похожа на уста, и луна похож на шедра, на мозг, ну, скажем, похож на позвоночник, да, вот, и все это мы соединяем с сердцем, с чистым сердцем, да, чтобы вернуться к такому восприятию мира, когда нам не нужно много, скажем, думать головой, а мы все воспринимаем через сердце, чистое сердце раскрывает наши глаза, чистое сердце, да, помогает нам говорить великие вещи, благословение Всевышнему, почему? Потому что наше восприятие чистое, да, тогда и уста будут чистыми, и все наше, все наше тело, все наши силы, которые символизируют вот этот позвоночник луна, они тоже соединяются с чистым сердцем, да, с чистым сердцем или с светом дерева жизни, то есть суккот – это исправление мира, позволить проникнуть свету во внешний мир и позволить свету проникнуть во внутренний мир, так сказать, через чистое сердце, во внутренний мир человека. Если мы представляем себе, то мы видим, как это перекликается с наказанием всех народов, да, они, суккот возвращается этот свет, свет жизни, свет дерева жизни, который приносит жизнь в мертвые тела, которые без него начнут гнить, да, и глаза, и уста, все начнет гнить без этого света. Вот суккот приносит это исправление, да, и мы исправляем это сами, мы сами возвращаемся, мы сами впускаем свет во внешний мир, притягиваем его, мы сами возвращаемся к дереву жизни, к тому, что свет как бы из дерева жизни проникает через наше сердце и, так сказать, освещает все, что у нас есть, да, дает, привносит жизнь во все, что у нас есть, это мы исправляем мир, да, исправляем мир, весь мир, да, не только свой мир, может быть, мы должны начать с исправления своего собственного мира, с исправления еврейского народа, Ирушелаема, но задача – исправить весь мир, да, и вот мы теперь тогда понимаем, почему праздник суккот, да, и почему суд над народами происходит в последний день суккота, скорее даже приговор выносится, им начинает действовать в последний день суккота, да, и тут я напомню, не помню, мы говорили с вами, я коротко напомню, да, что, на мой взгляд, ужас той трагедии, которая произошла в Шмине Ацерет в этом году, да, в том, что все произошло наоборот, вместо того, чтобы, скажем, устроить суд над народами, Всевышний устроил суд над нами. В этот день, в 46-м году, были повешены 10 нацистских преступников, вот эта дата пересекается с Замгелат и Стер, у нас сейчас нет времени в это углубиться, да, в 21-го, 22-го числа месяца Тишрей были повешены нацистские преступники, это день суда над всеми народами, после этого всего процесса, который Всевышний им дает, да, и они его не воспринимают, да, и суд врожишь она, да, и возможность начать исправление в Суккот, получить силы и начать исправление в Суккот, все они это не воспринимают, дело кончается судом, да, и 10 нацистских преступников повешены. Есть такая тяжелая фраза, да, в книге Дворим, если вы не изгоните их, да, то как я полагал сделать им, я сделаю вам, да, вот, и я в этом просто вижу прямое совершенно как бы указание с небес, да, что вместо того, чтобы обрушить силу суда, силу суда на народы мира, которые воюют с Иерушалаемом, Всевышний обрушил силу суда на нас в этот день, в этот день, в, можно сказать, в этом году, да, обрушил силу суда на нас, да, и вот, почему? Потому что если не изгоните их, да, если не изгоните их, если не изгоните эти народы, идолопоклонников, которые населяют землю, то вы сами будете такими же, начнёте заключать с ними союзы, и попадёте под их влияние, да, не превратитесь в них, потому что Всевышний не даёт нам никогда, упаси Бог, погибнуть, ни физически, ни духовно, и приводит наказание раньше, чем мы достигаем точки невозврата. И вот, похоже, что в этом году, да, то, что он должен был сделать, то, что должен был Всевышний сделать им, он сделал нам, да, для того, чтобы мы не пересекли точку невозврата, чтобы мы не стали такими же, как они не научились, не научились у них, да, заключая с ними договоры, живя бок о бок, вот, давая им преимущество при поступлении в университет, открывая двери всех больниц для арабских врачей и арабского персонала, всё, что угодно, мы в конце концов станем, как они, да, вот, и Всевышний, безусловно, этого не хочет, и каким бы тяжёлым ни был удар, это удар спасительный, тяжело говорить эти слова, ну, это, это действительно спасительный удар. Да, это о празднике Суккот, почему праздник Суккот, да, вот, почему все народы должны прийти на праздник Суккот, да, потому что праздник Суккот, да, он, как бы, требование, да, возвращение всех народов к идее единого Бога, да, и исправление мира. Вот, приходите на этот праздник, получите силы, поймите каждый, каждый, что будет делать, причём каждый народ может сохранять свои национальные особенности, там, скажем, костюмы, я не знаю, что, всё, что не связано с идолупоклонством, Всевышний не хочет уничтожения народов, он хочет уничтожения народов в том смысле, да, отказа их от идолупоклонческих идей. Да, и будет то из семей земли, которая не поднимется в Ярушала, им, чтобы поклониться царю Богу воинств, и не будет на ними дождя, да, как мы знаем, суккот, как бы суд также, и сколько дождей будет дано, насколько они будут благословенными, эти дожди, вот они не получат, не получат суккот, возливают воду на жертвенник, да, семь дней суккоты, это единственные дни, когда выливается вода на жертвенник, когда стоит храм, да, они не получат воду, если семейство египетское, не получат благословение, короче, да, вот основное благословение, никакого благословения не получат, основное благословение, как бы, вот и о нём говорят, это дожди, да, они несут браха, благословение, да, но в принципе, да, ни дождя не получат, никакого благословения не получат, Если семейство египетское не поднимется и не придет, и не для них будет поражение, которым поразит бог народа, и которые не поднимутся праздновать праздник Суккот. Вот есть семейство египетское, допустим, оно не придет воевать с Ирушалаемом, как, например, Египет. Тут это не произошло, как мы понимаем. Египет-то, он чуть ли не главная действующая сила в настоящей войне. Но, допустим, если бы Египет не участвовал в войне, но все равно бы не пришел на праздник, он не получит воду. Поражением он не будет поражен. Египет, как здесь какой-то гипотетически абстрактный Египет, допустим, он бы не воевал. Тогда бы он не был поражен, но он бы и не получил воды, и не получил бы благословения. Это будет наказанием Египта и наказанием всех народов, которые не поднимутся праздновать праздник Суккот. Почему Египет выбран в качестве примера? Понятно, потому что Египет вроде бы не зависит от дождей. Он живет разливами Нила. По крайней мере, так было в древнее время. От разливов Нила зависело благополучие страны, а иногда и жизни фараона. Это будет наказанием Египта и наказанием всех народов, которые не поднимутся праздновать праздник Суккот. «И будет каждый котел в Иерушалайме в Иуде посвящен Богу воинств, и придут все приносящие жертвы, и возьмут из них, и будут варить в них, и не будет больше торговцев в доме Бога воинств в день тот». Во-первых, поскольку будет много народу, то вся посуда в Иерушалайме будет освящена в том смысле, что она станет сосудами храма. Вот, скажем, жертвоприношения из лаковых, оно освящается в тот момент, когда его помещают в сосуд храма. И вот все сосуды будут посвящены в храм, все они будут очищены от ритуальной нечистоты, и придут все приносящие жертвы, потому что приносящих жертв будет очень много. И возьмут из них, они будут брать из этих сосудов свободно. Почему? Потому что все захотят, чтобы в их сосудах готовились жертвы, чтобы их сосуды использовались для заповеди. У людей будет такое чувство, что они не захотят никакой прибыли от того, что приходят народы, и сыновья Израиля хотят принести жертвы. Они не хотят от этого никакой прибыли. Такое раскрытие божественного присутствия, что человек не думает о прибыли, он только думает, чтобы вот его имущество пошло на исполнение западей. И будут варить в них, после того, как принесут жертвы, мирные жертвы будут варить их. И не будет больше торговцев в доме бога воин в день тот. То есть, никто не захочет продавать свои сосуды, все захотят дать их для принесения жертвы. И продавать их будет немного смысла, потому что сосудов будет столько, все сосуды будут посвящены, что сосуды будут дешевыми. Но в любом случае люди не захотят получать от них прибыли, они будут рады тому, что через их имущество будет исполнена жертва, исполнена заповедь. И мы знаем опять же с вами, что эта фраза послужила глубоким заблуждением для христиан, которые придумали вот такую сцену, что основатель их религии, Ешел, приходит в храм и изгоняет оттуда торговца. Совершенно немыслимая для иудаизма сцена, просто немыслимая. Люди приходят принести жертву, далеко не все привозят с собой, приводят с собой скот, который будет предназначен в жертву. Далеко не все берут злаковые, из которых можно принести жертву. И они приходили в храм, в храм, в торговый ряд, который уже был, скажем, на уровне с храмовой горой. То, что называется Ставмалахути, как сказать, колоннада такая, возле дворца Ирода. Там располагались магазины, в которых можно было купить мацу, ритуально чистую, потому что люди доверенные продавали ее. Купить скот, который можно было принести в жертву. И если вы спросите у людей, да, ты хочешь даром, он скажет, зачем мне даром? Я не хочу за очень дорогую цену, но я хочу заплатить, потому что это жертва. Какая жертва даром? Какое у меня будет ощущение, если я жертву за грех, мне ее кто-то подарит? То есть, отсутствие торговли не в самом храме, да, а рядом с храмом, там, где Ставмалахути, оно просто как-то совершенно немыслимо, не вяжется ни с чем. Тем более, там все в ритуальной чистоте абсолютно для того, чтобы можно было принести жертву. И тут, как бы, такая христианская картина, приходит человек и начинает там кнутом хлестать торговцев. За что ты их лечишь кнутом? Они старались, они готовили в ритуальной чистоте, с соблюдением закона. Они не поднимают цены больше тех, которые установил Сангидрин. И ты их, то есть, люди, соблюдающие закон и не стремящиеся к наживе, хотят продать то, во что они вложили труд, но не по высокой цене, а для того, чтобы у других была возможность исполнить жертву. И вот ты их кнутом гонишь. Какая-то немыслимая картина. Ну, вот мы с вами добрались до конца. Мы представляем себе, как бы, связь начала пророчества и конца пророчества. Начало пророчества – это возведение храма, это призыв сыновей Израиля вернуться из Бавеля для того, чтобы заселить землю и построить храм. И конец, после того, как мы прошли с вами много моментов интереснейших, на мой взгляд, конец, как бы, это исправление всего мира, которое связано с приходом всех народов в храм. В тот самый храм, который, может быть, скажем, он не буквально, второй храм был разрушен. Но, в общем-то, можно как бы, так, на таком, образно сказать, что исправление мира зависит от прихода в тот храм, который был с таким трудом построен сыновьями Израиля, с таким трудом отстояли независимость для того, чтобы можно было служить в этом храме. И если даже, да, и это в период восстания Хашманаев, и если в период восстания Барковбы не удалось, в период восстания Барковбы было для того, чтобы уничтожить храм Юпитера Капитолийского, который был возведен на месте храма. Это было сделано, и два с половиной года был возведен храм, и там приносились жертвы, да, восстание потерпело поражение. Но идея того, что в Иерушалайме обязательно должен стоять храм, да, она была утверждена восстанием Барковбы, да. И вот, скажем, в наши дни мы подходим вот к такому моменту, когда следует говорить о возведении храма, и не только для того, чтобы, так сказать, исполнять заповеди, а для того, чтобы исправить весь мир, раскрыть божественное присутствие во всем мире. Вот здесь мы поставим точку, когда заканчивают книги, пишут, там мы не шлам ли шевах ле буре улам, да, закончено и завершено слава творцу мира, да. И вот так же мы с вами скажем здесь в конце. Я думаю, что мы проделали очень серьезную работу. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Я приготовил еще с вами, на сегодня приготовил с вами книгу «Рут», да, вот, для того, чтобы обсудить ее образ, но мы не успели. Хорошо, сделаем это, что у нас на следующей неделе. Если не получится, сделаем это после шивот, да. Здесь очень есть много интересных моментов. То, что я хочу сказать, это относится ко всем книгам. Все наши книги, да, пророческие книги, они даны в форме какого-то рассказа. Вот что-то там происходит, да, как-то, да. Суть этого рассказа, она, в общем-то, скрыта, и наша обязанность раскрыть его. Все, я остановился, пожалуйста. Я выключаю share, stop share. Я вижу всех вас, да, вот, и, пожалуйста, если что-то хочется спросить, я готов постараться ответить. Равзеев, вы упомянули грех Адама и сказали о том, что он взял в руки или там прикоснулся к древу жизни. В Торе ведь сказано просто прямым текстом, но, в основном, я читаю по-русски, что хава, значит, с подачи змея ела от древа плод древа познания добра и зла и дала Адаму, и он ел. Значит, древо было совсем другое. Познание добра и зла. Там, по-моему, в комментариях сказано, что надо как-то, так сказать, принимать меры, пока он не, он, в смысле, Адам не сорвал плод древа жизни, и тогда он станет бессмертным, как мы. Вот. Но он реально так, он не брал в руки этот плод, плод древа жизни. Постараюсь, постараюсь пояснить. Да, пожалуйста. И Аризаль, у Аризаля есть прекрасная посылка, и Раби Ашлаг в книге, сейчас, по ним Аймирот, да, он дает целую картину, решает множество проблем, скрытых, которые есть. Да, общий. Аризаль говорит, да, «А имя Аец, а сердце ведь тихо, лото халь мемену ахалта». Не от того ли дерева, от которого я тебе велел, запретил есть, скажем, да, ты поел. Да, это упрек Всевышнего Адаму, или вопрос, обращенный к Адаму, да. Аризаль говорит, подчеркивает слово «мемену», от него, да, он говорит, что Адаму было запрещено есть именно от дерева познания добра и зла, то есть, в каком смысле, именно в отрыве от дерева, от дерева жизни, да. Дерево жизни – это не конкретное дерево, это свет, да, свет Всевышнего, который проникает в материальный мир. Свет, он всегда напрямую связывает с источником жизни, это прямая связь с источником, да, есть душа, которая, как луч света, ну, скажем, да, не разворачивающая сейчас все идеи, как луч света, допустим, проникает в тело и дает ему жизненные силы, дает телу жизненные силы. Адам, да, захотел, так сказать, почувствовать свою самостоятельность и оторваться от Всевышнего, как бы произвести эксперимент, а что будет, вот могу ли я быть один, я хочу попробовать быть один. Почему все время Бог все определяет, да, вот, и он, так сказать, ну, условно говоря, сорвал плод, да, и ел этот плод в отрыве от дерева жизни, сорвал плод с дерева познания добра и зла, да, и с намерением есть его закрывшийся от света жизни. Результатом стала смерть, да, то, что вы говорите, продолжение, как бы он не протянул руку свою и не поел из дерева жизни тоже, и тогда он станет один, как один из нас, да, то это уже, это уже, как бы, после греха. Естественно, что Адаму не было запрещено есть с дерева жизни, наоборот, да, нужно было есть от дерева жизни вместе с другими плодами, не отрываться от дерева жизни, да, вот, и теперь, когда он оторвал все от дерева жизни и поел от дерева познания добра и зла, то Всевышний говорит, давайте закроем ему доступ к дереву жизни, иначе он будет жить вечно. Что плохого в том, чтобы Адам жил вечно? Ну, пусть живет, пусть получает удовольствие от жизни, вот, он такой, как он есть, то есть он любит то, что он любит, вот, ну, пусть получает удовольствие, да, что плохо, да, есть такой момент, когда человек уже испорчен, как бы он испорченный сосуд, да, и он продолжает получать свет, то это катастрофа, лучше закрыть этот свет, да, иногда Всевышний не забирает свет, скажем, когда злодеи портятся, Всевышний не забирает у них свет, который он им дал, да, и это их губит. И во время дарования Торы, скажем, и сказано, что сыновья Израиля сняли свои короны, это сказано в тексте, Медраж говорит, что они сняли те короны не во время дарования Торы, после греха золотого тельца, после греха золотого тельца сыновья Израиля сняли свои короны, что за короны? Одна на осе, другая нишма, то есть они отказались неохотно, но с пониманием, как бы в безвыходном положении они отказались от тех сил, которые они получили во время дарования Торы, потому что они понимали, что после греха золотого тельца все им будет только вредить, если они не откажутся от этих сил. Это долгая история, скажем, да, на осе, в нишма, то есть мы не получили Тору на уровне на осе, в нишма, у нас не получилось это, Траф Хутнер об этом много пишет, можно говорить сколько угодно на осе, в нишма, но это совершенно определенный уровень человека, мы его не достигли, не получили, и сыновья Израиля отказались от него. Станет как один из нас, да, Мальбим объясняет так, это не единственное объяснение, но Мальбим объясняет так, что значит станет как один из нас, да, не один из нас, переводит Мальбим, он как бы берет первое значение, и Хадмимену – один из себя, сам из себя, станет сам из себя, что это значит, да, результатом греха Адама стало то, что душа не могла отделиться от тела, да, он создал такое представление, что душа зависит от материального мира, он хотел зависеть от материального мира, создать ее, теперь душа, не как мера за меру, мир такого, что душа не может отделиться от тела, да, Вот, и Всевышний как бы говорит, да, если мы не закроем от него дерево жизни, если мы позволим жить вечно и получать свет жизни, он так и останется, да, когда у него душа смешана, так сказать, с телом, ее не разделить, не отделить от тела, и это катастрофа, да, вот. Эта катастрофа, когда нету никаких понятий, то ли, когда тобыра смешаны, перемешаны друг с другом, да, как в одном анекдоте, да, вот, Хаим, у меня есть вагон повидла и вагон секундных стрелочек, да, Мойшин, мне нужен только вагон повидла. Хаим, я не могу продать отдельно, они перемешаны, да, это состояние Адама, да, это состояние Адама, когда повидло перемешано секундными стрелочками, и теперь Всевышнему нужно это как-то разобрать каким-то образом, он первое дело, что он делает, закрывает от него свет дерева жизни, он не может, так сказать, он не может закрыть его полностью, но так как он был раньше, его получал, он его больше получать не будет, Адам, вот. Удалось что-то объяснить? Да, хотя, честно говоря, когда вы сказали, что он все-таки сорвал плод древа жизни, то в Торе, во-первых, не написано... Ну, да, правильно. Ну, да, правильно. И дала ему, а он сам ничего не рвал. Хорошо, хорошо, да. Вот, ну, тут, как говорят, муж и жена одна сатана. Это верно. Вот, так что ты... Тем более, что и сатана, сатана там был неподалеку. Неподалеку, это точно. Я не помню, уточняет ли это Аризали или Раби Ашлаг, это как бы само собой разумеется, что Адам, Адам ест этот плод, и он, более того, он говорит Всевышнему, я и буду есть, потому что я не могу уже оторваться от этого. Один раз попробовал, я буду есть, да, в отрыве от дерева, в отрыве от дерева жизни. И, естественно, он мог и не срывать этот плод, он мог есть этот плод прямо с дерева, там, скажем, ну-ка, хава сорвала, дала ему хорошо. Да, но суть в том, да, чтобы есть плод вместе с деревом жизни, не отрываться от света. Дерево жизни – это свет, который пронизывает все. Да, и человек его принимает. Единственное, что он может как бы сделать – не захотеть его принимать, тогда он отрывается от этого света. Вот мы попали с вами в такую историю, да, вот, но, скажем, надеюсь, что те образы сукот, которые мы обсудили, они от этого не меняются. Да, это правда. Да, вот, и смотрите, это такой набросок, очень быстрый. Естественно, что такую тему нужно разбирать подробно, аккуратно, да, вот, ну, не знаю, получится у нас, нет. Поэтому я подумаю, да, о том, чтобы поднять подобные темы из Берешит. Можно? Можно вопрос? А что вы говорите? Да, 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 сейчас, одну секунду, обязательно только я хотел подчеркнуть в конце, да, что мне кажется очень важным, да, что то, что мы с вами пытаемся обсудить – это глубины Торы. Хотите, называйте это тайно, хотите – нет, это глубины Торы, да. Эти вещи не берутся совершенно через называние терминов, да, вот сфера такая-то, сфера такая-то, сфера такая-то, дерево жизни – это сфера такая-то, это кетер, скажем, от дерева до от познания добра и зла, это молхуд, что-нибудь такого рода – это всё пустое. Вот эта терминология в подобных случаях – это пустое, это берётся только на философском, эзотерическом уровне, на то, что мы с вами попытались сделать. Всё, Лена, пожалуйста, извините, я вас перебил. Да, да, я пытаюсь понять, вы говорите, что у злодеев Творец не забирает свет жизни, ну, то есть, это жизнь, значит, если забрать свет, значит, он забирает жизнь. И он злодеем всё-таки оставляет, ну, потому как их много, они тут живут, творят зло. Понятно, это сложная тема, да, сложная тема. Значит, у Всевышнего свой суд и свои принципы наказания злодеев. Иногда он и забирает у них то, что есть, и отдаёт это праведникам, направляет, скажем, этот поток праведникам. И иногда, и это наказание для них, есть другое наказание, когда он не забирает, да, если человек был на уровне праведника, а потом скатился на какие-то низкие уровни, то Всевышний иногда не забирает у него тот свет, который у него был, и это становится для него наказанием, разрушением, потому что для каждого света нужны сосуды. Да, то есть для того, чтобы его правильно воспринять, нужно желание, нужно понимание, да. У злодея, естественно, нет верных желаний, да, у него желание злодейское, и понимания у него нету. Поэтому, когда Всевышний не отбирает у него тот уровень, тот свет, который у него был, когда он был в таком праведном состоянии, он становится для него разрушительным, да. Я сказал это для того, чтобы представить себе ситуацию, когда сыновья Израиля сами снимают короны, то есть отказываются от того высокого уровня, который они обрели в момент дарования Торы, потому что они не потеряли полностью совражение, слава богу, они очень хорошо понимают, что они скатились низко после греха Золотого Тельца, им потребуется длительное время для того, чтобы подниматься. И весь этот потенциал, который они получили во время дарования Торы, они его не смогут использовать полностью. Он станет для них разрушительным после греха Золотого Тельца. Вот это как бы такая идея. Понятно. Да. Хорошо. Будем надеяться, что мы придем куда-то вперед. Будем надеяться, что мы придем куда-то. Это, безусловно, моя задача вместе с вами – это прочитать наши тексты. Это очень важно. Просто понять, о чем мы вообще говорим. Потому что это тексты наши, мы от них отказаться не можем и не хотим. А читать, просто не понимая, не задавая вопросов, не проникая в глубину – это какое-то неуважение к себе и тем, кто составлял эти тексты к пророкам. Окей. Спасибо. Спасибо. Так что. Ну, я очень надеюсь, что мы куда-то продвинулись, добравшие до конца книги Схарья. Вот. Если попросите, начнем сначала. Но я все-таки думаю взять одну из сложнейших книг Мишлей. Попробуем затронуть и книгу Руд. Ладно. Всем хорошего праздника, окончания хорошего праздника, великого дня. Будем надеяться, что он приведет нас в будущее, к будущему свету. Аминь. Спасибо огромное. Спасибо. 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 Всего самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok